Собирался идти на нас Пилсудской Все та же Антанта толкала теперь Белопанскую армию Толкала и обнадеживала Одних танков дала 200 Одних самолетов 550 А откуда нам было брать такое оружие? Вот империалисты и рассчитывали на то, что на самой советской земле у них есть союзник Пожалуй, посильнее, чем белые генералы и Пилсудский Наша разруха Это чтобы на нее ополчиться всем народам Нам так нужна была передышка Так дорог каждый день без войны Враги повторяли эти цифры с упованием Они тоже подсчитывали все беды Республики Советов Подсчитывали и мешочников И спекулянтов И дезертиров Страны беспартийных рабочих коммунистам Как эти субботники Девятый съезд партии объявил 1 мая 2020 года днем Всероссийского субботника И снова заполнился в тот день двор Кремля На расчищенном и убранном плацу Можно впервые устроить настоящее празднество Субботник В этот день кинокамеры стали свидетелями первомайских торжеств во многих городах Это Киев В тот день Киев назвал своими близкими Своими братьями Героев парижской коммуны Но слишком уж близко находились не братья А клика Пилсудского И скоро в Киев придет А за тысячи километров от Кавказа Антанта уже двинулась в новый поход Пилсудский высокомерно отверг Наше неоднократное предложение мира Пренебрег нашим признанием независимости Польши Он уже видел Украину под белопанским господством Ведь на главном направлении удара У него собрано в четыре раза больше сил, чем у красных Москва же тем временем повторяла строки одного из окон роста Мчит Пилсудский пыль столбом Звон идет от марша Разобьешься глупым лбом А коммуну маршал Но пока что перед нами был новый фронт От Припяти до Днестра И весна 20-го года для земли нашей Стало опять весной нашествие Петлюру взяла себе в союзники польская буржуазия И петлюровские бандиты Скрепили этот союз и словом, и делом Упоенные своим наступлением Они не задумывались над самым главным Трудовая Польша была не с ними А с Республикой Советов Они пошли на нас войной против воли своих рабочих Мы знали это Мы знали, что неприятель, который перед нами сейчас Не страшен после того, что было уже пережито Но раз война оказалась неизбежной, все для войны Так указывал Ленин Такого неуклонного правила держались мы с первого нападения на нас, Антанты Провожала бойцов Москва Они уносили на фронт ленинское напутствие Помните, товарищи, что с польскими крестьянами и рабочими у нас нет ссор Провожали воинов города и села Первая конная в ту пору отдыхала под Ростовом Устали бойцы, устали Зимние месяцы и вся весна прошли в боях Они гнали белых с Дона, гнали с Кубани и покончили с Деникинщиной Во время отдыха конармейцы принимали гостя председателя в ЦИК Вот он с Буденным и Ворошиловым Почетное красное знамя в ЦИК за разгром Деникина Теперь командарму и его конникам предстояли новые битвы Из Сальских степей они двинулись на запад В тысячеверстный переход Народ благословлял героев Там, где они проходили, уже больше не оставалось бандитских гнезд Расплодившихся по глухим станицам и селам Но какой будет встреча с войском Пилсудского? Пан маршал считал конницу стратегической нелепостью И вот прибыли Дальше враг Против него шли два наших фронта Михаил Николаевич Тухачевский командовал одним Юго-западным Александр Ильич Егоров Иона Эммануилыч Якир возглавлял на этом фронте группу войск Что называется, не слезая с коней, в первую атаку А вскоре Будённый писал штабу фронта Белые паны научились уважать конницу Нехотя шла буржуазно-помещичи Польши на мирные переговоры Даже по этим вот съёмкам, которые вели в Минске тогдашние польские операторы Видно, что делегаты Пилсудского не торопились Это наша делегация Мы не раз предлагали Польшу мир Предлагали даже во время наибольших успехов Красной Армии А они хотели использовать переговоры вот за этим столом Лишь для того, чтобы с помощью Антанты усилить свои войска Наши уступки, они посчитали признаком нашей слабости И прервали переговоры Но ошибся Пилсудской Ворвались в Минск Красные полки В Киеве, который пять недель был под оккупантами Снова советская власть И осенью кончились бои на польском фронте Партия снова позвала Как делала это перед наступлением на Юденича, Колчака, Деникина Вперёд, коммунисты! Кому, как не им, в хмурые для народа времена Видеть впереди светлый день Кому, как не им, ради этого дня Идти первыми на смертный бой Даёшь, перекоп, к третьей годовщине октября Разносилась по всей стране Даёшь, Врангеля звучало с берегов Волги По мятежам Вся красная революционная Москва будет встречать и чествовать героев От имени советских вооружённых сил, взявших штурмом кронштадтскую крепость Выступил Тукачевский Величественная и торжественная, овеянная славой Красная площадь Такой она была жарким летом 1921 года Во время демонстрации трудящихся столицей и парада частей Красной Армии В честь третьего конгресса коммунистического интернационала На конгрессе присутствовали представители от 103 организаций Из них 48 представляли коммунистические партии мира Самыми крупными из них были Российская коммунистическая партия В которую входило около 700 тысяч человек Чехословацкая 300 тысяч Германская 300 тысяч Французская 100 тысяч членов партии В работе конгресса принимали активные участия Видные деятели мирового коммунистического движения Георгий Дмитров, Василь Каларов, Клара Цеткин, Коль Вайян-Удилье и другие 12 июля Третий конгресс коминтерно закончил работу Тактика Единого фронта, намеченная Лениным Сыграла огромную роль в развитии международного коммунистического движения Субтитры создавал DimaTorzok